Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Христос воскресе! Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно приветствую всех вас, дорогие мои, и поздравляю с великим и спасительным праздником Пасхи. Праздником праздников и торжеством из торжеств именует Церковь сей Святой День устами одного из вселенских учителей и святителя Григория Богослова. И в этом заключается глубокий духовный смысл, ибо настолько Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовые и для Христа совершаемые, настолько Солнце превосходит звезды. В славном воскресении Господа Иисуса Христа, ставшем важнейшим событием в истории спасения человеческого рода, заключается самый смысл и глубинная суть нашей веры, сердцевина и мощная сила христианского послания миру. Вся наша проповедь в эти дни умещается всего в два слова «Христос воскресе!» «Христос воскресе!» Но самое главное, грех разлучил людей с Богом, который зла не сотворил и чужд всякой неправды. Ни один праведник не был способен преодолеть это трагическое разделение, эту огромную духовную пропасть, поскольку исключительно человеческими силами сделать это невозможно. И потому, как говорит святитель Григорий Богослов, мы возымели нужду Боге воплотившемся и умиршленном, чтобы нам ожить. Любовь, которая по слову апостола Павла есть совокупность совершенств, это наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. С переходом в вечность, когда мы сподобимся узреть самого Господа, наша вера превратится в знание, а надежда на спасение по милости Божией достигнет осуществления. Однако же любовь никогда не перестанет и никогда не изменится. Именно такую любовь явил к нам Христос ради нашего спасения, претерпевший страшные унижения, крестные страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и все наполняющей любовью до основания сокрушен ад. И для всего человечества открыты, наконец, врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том, что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник которых — Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ и действенное средство противления греху и неправде — наша искренняя и исходящая из глубины сердца молитва и прежде всего молитва соборная, возносимая в храме за богослужением, наибаче же при общении к телу и крови самого Спасителя от Таинства Евхаристии. Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с благоговением и трепетом восставшего от гроба Христа Жизнодавца, поделимся же сей спасительной обестью, с ближними и дальними, дабы и они узрели неизреченное сияние божественной любви и вместе с нами благословили и прославили всечестное и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа, превосходящий всякое разумение спасительный свет воскресения Христова, да озаряет неизменно наш жизненный путь, просвещая и утешая нас, делая причастниками и наследниками Небесного Царствия. Радуйтесь, дорогие мои, ибо воистину воскресе Бог! Кирилл, патриарх Московский и все Руси, Пасха Христова, 2016 год.